День народного единства Мероприятие уже известен, его озвучили в администрации города Под Рязанью прогремели выстрелы, в селе Реткино прошли соревнования по прикладной стрельбе По просьбе граждан очередной сюжет о проблематике, с которой сталкиваются горожане Теперь обо всем подробнее. День народного единства в России – это государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября Дата эта была выбрана отнюдь не случайно, несмотря на свою кажущуюся молодость Исторический день народного единства связан с далекими событиями начала 17 века Когда в 1612 году Москва наконец-то была освобождена от польских интервентов Именно 4 ноября или 22 октября по старому стилю народное ополчение успешно штурмовало Китай-город Вынудив командование польской армии подписать немедленную капитуляцию Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках Именно она, как свято верили на Руси и помогла защитить государство московское от польского нашествия Было бы ошибкой считать, что День народного единства в России заменил собой всеми любимое 7 ноября Но, как и 7 ноября, в этот торжественный день проходят концерты, демонстрации и массовые шествия Благотворительные акции Что ждет Рязань в следующую среду? Сегодня план мероприятия озвучили в администрации города Торжественное мероприятие в Рязани 4 ноября откроются зеленые акции Накануне Дня народного единства в каждом районе города будет высажено по еле Это 4-метровые ели, родом они из Перми, доращивались подмосковные питомники И 3-го числа в марафонах будем сажать эти ели Так как приедут они из Московской области, ком земли составляет 100 килограммов Сажать будем с помощью подъемников, потому что они уже большие взрослые ели Ну, дерево дружбы Основные гуляния пройдут в Рязани в день праздника Откроются они в 8.30 молебном и литургии в Казанском монастыре Затем горожан приглашают на улицу Почтовую, где с 13 часов начнут работать 12 интерактивных площадок Мы учли все интересы и активность наших граждан Мы провели круглый стол, мы провели интернет-голосование на портале, на сайте управления культурой Где поступило очень много заявок от участников, от желающих принять участие в нашем празднике И, скажем так, в этом году мы сделали наш праздник доступнее Организаторы позиционируют гуляния на Почтовой как семейный праздник Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе На центральной сцене выступят творческие коллективы В областной детской библиотеке для юных гостей праздника будет работать кинозона Рядом фотовыставка лица города Горожан ждут музыкальный калейдоскоп, акции по взвешиванию, а также массовая зарядка Которую проведут тренеры фитнес-центров В случае хорошей погоды конкурс рисунков на асфальте обещают провести на улице В случае, если ветер и дождь возьмут свое, организовать мобильные мольберты прямо на Почтовой Финальным аккордом торжеств станет танцевальный флешмоб, который объединит всех участников праздника В Рязани башенный кран упал на детскую площадку Об этом сообщили очевидцы происшествия в одной из социальных групп ВКонтакте Инцидент произошел на улице Песочинской По словам свидетелей, обошлось без жертв и разрушений В пресс-службе регионального ОМВД сообщили, что пострадал короновщик, мужчину госпитализировали Сейчас обстоятельства и причины происшествия уточняются В поселке Реткино в минувшие выходные прошел чемпионат Рязанской области по практической стрельбе из пистолета Вид спорта, кстати, весьма специфичный и непривычный для обывателя Пользуется популярностью у ценителей огнестрельного оружия и специалистов дела оружейного Конечно, до соревнований допускаются исключительно профессионалы, имеющие на руках все необходимые разрешения Более подробно о мероприятии узнаете из сюжета Романа Дворецкого Практическая стрельба из пистолета – это одна из многочисленных разновидностей стрелкового спорта Главная цель в соревнованиях по практической стрельбе – это усвоение и выработка приемов Которые наиболее полно отвечают различным случаям применения огнестрельного оружия Так как данный вид спорта имеет боевое происхождение, то за свою историю он претерпел немало изменений Но и сегодня это наиболее прикладной вид спорта во многих специальных подразделениях Минувшую субботу в Рязани прошел третий этап Кубка Рязанской области по практической стрельбе из пистолета Уже более года занимаюсь практической стрельбой Вот в очередной раз проходит соревнование у нас в Рязанской области Сегодня мы будем стрелять дуэльную стрельбу Это такое упражнение, когда стрелка одновременно поражает металлические мишени И побеждает тот, кто поразил мишени первой Соревнования по практической стрельбе всегда проходят под лозунгом «точность, мощность, скорость» То есть задача спортсмена – показать свои навыки в точной и быстрой стрельбе из мощного оружия Дуэльная стрельба – это крайне интересный тип упражнений Суть его заключается в том, что стрелку противостоит не таймер, а точно такой же стрелок Соревновались со спортсменами Рязанской области курсанты Академии ФСИН Кроме того, на полигоне в селе Реткино проводятся и всероссийские соревнования И участники, как правило, полигоном остаются довольны Очень хороший полигон у нас Поэтому карабин у нас всегда чемпионат России Всем очень нравился и все приезжали Полигон десантного училища позволяет очень хорошее упражнение строить И довольно хорошие дальности для карабина Какими бы зрелищными ни были соревнования, самая огромная головная боль для организаторов По их же словам, это обеспечение безопасности зрителей И до сих пор им это удается В редакцию нашей телекомпании продолжают поступать звонки горожан с жалобами На неудовлетворительное состояние их жилищных условий На этот раз к нам обратилась пенсионерка, жительница дома номер 4 по улице Чкалова Женщина не может воспользоваться собственной ванной комнатой По какой причине, узнаете из сюжета Ольги Харламовой Ветхое жилье – это, казалось бы, простое словосочетание, каждый понимает по-разному Для кого-то и малейший дискомфорт уже бедствие А кто-то действительно находится в таких условиях, что приходится не жить, а выживать Так Ирина Анатольевна, инвалид второй группы, уже устала добиваться справедливости Передвигается она на инвалидной коляске И из-за невыносимых условий, которые приходится терпеть Ее состояние здоровья значительно ухудшилось Дело в том, что квартира на Чкалова-4, в которой она проживает, пришла в полную негодность Посмотрите сами Пол в ванной провалился и невозможно пользоваться ни туалетом, ни душем По всей квартире пахнет газом И попытки обратиться куда-либо с этой проблемой не увенчались успехом Вот сейчас последняя администрация приемной Булекова Ольга Вячеславовна, добрый день Вы извините меня, пожалуйста, мы на пятницу с вами Но когда же будет ремонт-то, скажите? Этот дом за 55 лет не ремонтировали ни разу Центр города, я без воды, я не могу ей пользоваться Почему? Потому что канализация течет Все ко мне Вы сейчас посмотрите Все течет ко мне в пол В под, туда В подпол И происходит обрушение Вот вы посмотрите сейчас, как обрушилось Теперь, что дальше? Из-за осадки фундамента Все это и жилищная комиссия была И был начальник жилищной Кравчук А теперь этот Миронов, который мне обещал в 2013 году сделать ремонт в декабре Сейчас он начальник жилищной инспекции Я понимаю, что и глава области, и глава города, конечно, они решают глобальные проблемы Обращалась женщина в разные инстанции Очередная попытка обратиться за помощью Также не увенчалась успехом Да, проблема решается, мы вам перезвоним Вот и весь ответ Но ведь это тот случай, когда ждать уже невозможно Даже если нагреть электрическим чайником воду Вылить ее после мытья некуда Средства памперсы, пеленки одноразовые, средства гигиены Единственное, что вот по выходным или сестра приходит, или волонтеры Греем чайником воду электрическим, тазик, ведро И они выливают все на улицу Пока помощь в этой ситуации оказывают только волонтеры Будем надеяться, что власти нашего города все же решат эту ситуацию Ведь все мы люди и заслуживаем того, чтобы жить, а не существовать Еще один материал с проблемной тематикой от Ольги Харламовой На этот раз с Михайловского шоссе Там, по словам местных жителей Несколько лет назад была организована свалка мусора С годами гора отходов лишь увеличивалась Ну а что из этого вышло, узнаете из сюжета Свалка около дома 88Б на Михайловском шоссе появилась давно И несмотря на то, что его жильцы писали письма в разные инстанции Мусор никто отсюда не вывозил Что и говорить, во дворе полная антисанитария А летом запах от этой груды мусора ощущается еще сильнее Как рассказывают жители близлежащих домов Свалка здесь существует уже лет 10 Это чувствуется и сейчас по запаху Сегодня утром кто-то убрал часть мусора Но остальная часть так и осталась валяться здесь Открыть окна в этом доме для того, чтобы проветрить помещение, невозможно Вместо свежего воздуха квартира наполняется жутким запахом гнили Конечно, о том, чтобы гулять в этом дворе с детьми, не может быть и речи Наша самая больная проблема и больной вопрос Это действительно уборка наших отходов Нашей свалки А свалка наша образуется Я так думаю, что не по нашей воле Потому что не хотят следить, наверное, высшие органы за этим Так как мы люди исполнительные Квартплату платим ежемесячно Нигде у нас задолжников нет Люди пожилые живем в этом доме с детьми У нас нет воды У нас нет канализации слива Мало того, что у нас сухой мусор Какой во всей любой квартире собирается за день в пакетах Мы его приносим, нам его положить некуда Мусор во дворе копился годами И со временем выросла огромная свалка Ее за эти годы облюбовали крысы и тараканы Которые наведываются и в дом Бороться с этими непрошенными гостями Пока во дворе лежат отходы, бесполезно Около них расположен деревянный туалет Другого в доме нет А к этому, конечно, и подойти уже страшно А с туалетом что? Туалет просили, обещали нам его подремонтировать Мы также доказывали, говорили, что у нас нет Ни в одной квартире нет туалета Это общественный Сюда мы должны ходить Ходить хотя бы два раза в день Но он полностью весь разбит К нему страшно подойти Мы туда не ходим Уже много лет Стараемся Стыдно, конечно, про это говорить, сказать Но обходимся беловедрами Несмотря на то, что сегодня утром Часть мусора убрали Кто это сделал, жители дома не знают Лучше во дворе не стало Крысы по-прежнему тут чувствуют себя хозяевами Санитарную обработку никто не провел Да и никаких обещаний по этому поводу Уставшим от беспорядка жильцам никто не дал Так что есть вероятность, что свалка вновь вырастет до прежних размеров На сегодня это все новости Далее смотрите программу подробностей Ну а день города прощается со зрителями до завтра Спасибо, что были с нами Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok